Чемпионат по рукопашному бою среди пограничников Беларуси собрал в этом году 12 команд территориальных органов республики. В течение двух дней будут определяться самые сильные и ловкие военнослужащие пограничных структур. Мероприятие уже стало традиционным и из года в год проводится на героической берестейской земле, символизирующей силу и мужество советского народа во время Великой Отечественной войны. Наши соревнования традиционные, проводятся они со дня, так можем сказать, основания органов пограничной службы Республики Беларусь. Традиционно мы проводим их в Бресте, на Брестской земле, где созданы все условия для проведения этих соревнований. На наши соревнования прибыло 12 команд, это воинские части и подразделения органов пограничной службы Республики Беларусь. Брест, команд, спортивный команд в Брест, это хорошее подспорье в вопросах развития спорта. Безусловно, сегодняшний пограничник должен быть физически развит, готов к выполнению задач в любых условиях обстановки. Более того, это необходимо ввиду того, что сегодня идет очень серьезная подготовка, и можно с уверенностью сказать, что пограничники готовы к экранизации проведения чемпионата мира по хоккею, который пройдет в мае месяце в нашей столице. Воспитание военнослужащих в боевых традициях продолжается на протяжении многих столетий. Молодые люди постигают не только технику и тактики ведения боя. Они учатся держать себя в руках, контролировать эмоции и правильно рассчитывать силы. Для пограничников рукопашный бой – особая дисциплина, поэтому к соревнованиям молодые люди готовятся основательно и рассчитывают только на победу. У нас была своевременная плановая подготовка к соревнованиям, готовились к соревнованиям месяц, поэтому чувствуем себя великолепно, настроение отличное, бодро и задорно, готовы показать достойный результат. И, как говорится, стоящие из своего отряда. Более 80 спортсменов-пограничников проявили настоящее мужество, волю к победе и целеустремленность, показав при этом хорошую технику и физическую подготовку. Каждый боец сражался несколько минут на татаме не только за себя, но и за свою команду. Подобные соревнования, уверены организаторы, помогут воспитать в бойцах не только силу духа, но и научат принимать быстрые решения в сложных ситуациях.